Некий березка Он зовут человека березка А пишет человек так Человек состоит из плоти и крови Поэтому для возобновления клеток ему нужно мясо И никакая растительная пища его не заменит Ты березка доказал чем-то и как-то Что растительная пища не заменит мясо А почему оно должно заменять? А почему мясо, на ваш взгляд, является естественным продуктом Так называемым для человека? Чем именно? Будем повторять заученные от медиков и разных ученых глупости Вроде незаменимые аминокислоты, полноценные белки и прочие мантры Да вы хоть вникните в вопрос-то Нет, ваши ответы внутри вас формируют ваше брюхо Ваши порочные пристрастия и желания Вкусно пожрать, привычное вам Вот и все Оттуда ваши протесты и вяканье Но давайте послушаем с точки зрения логики Что человек сказал Человек состоит из плоти и крови Поэтому для возобновления клеток ему нужно мясо Давайте я тогда так скажу Японский тополь Дерево такое, например Состоит из клеток древесины Целлюлозы и прочих компонентов Поэтому для возобновления своих клеток Ему необходимо есть тополя Или метасеквои Вы понимаете, что человек сказал? А сейчас поясню для тех, кто не понял Как любое дерево строит свое тело? Есть процесс фотосинтеза Это образование органических веществ То есть в том числе и тело растения Его плодов Из неорганических соединений Которые растения через корневую систему Получает из почвы с водой То есть растворенные в воде минералы И за счет энергии солнца То есть идет вот этот первый сакральный Уникальный процесс на нашей планете Это фотосинтез Когда уже образуются сложные органические соединения Куда включаются эти минералы И вот эти соединения Органическая биомасса И кормят уже всех животных на нашей планете То есть консументов То есть потребителей С точки зрения экологии Первого, второго и других порядков Об этом я в своих лекциях Например, про экологию Про эти пищевые сети и цепи Видео, кстати, посмотрите Все объясняю Кстати, еще в одном очень важном своем видео Лес и почва Где я объясняю, во-первых, проблему Одну из самых больших в наши дни Это дефицит минералов И в связи с этим болезни, которые возникают Это вот большая проблема И как восстановить плодородие А главное, полноценный состав почвенный В плане минералов Чтобы и продукты, выращенные на этих почвах Обладали полным минеральным составом Который когда-то по табличкам ученые рассчитали Сейчас это совершенно не соответствует действительности Смотрите состав Это чисто теоретический На практике там очень многих минералов нет Почему? Вот в этом видео я объясняю Я объясняю эти очень сложные вопросы Которые я понимаю Объясняю я их очень просто Простым доступным языком Но этот умник некий березка Видимо умнее меня Он пытается выпендриться Хотя даже не обладает простым Человеческим разумом и рассудком Поскольку логика ему непонятна, не ясна Так вот, растение Не поедает другие растения А оно синтезирует Те вещества для построения своего тела Необходимые из компонентов Более простых, понимаете? Из воды, минералов Из газов, растворенных в воздухе Вот из чего Ну, благодаря свету Запускается этот процесс Но есть второй процесс Биосинтез белка, например Хотя их очень много и прочих процессов Там репликация ДНК Там и так далее Синтез ферментов В общем, биосинтез белка Как второй сакральный процесс Так вот, животному Не надо съедать другое животное Чтобы удваивались Ну, то есть делились На две из одной клетки нашего организма Нашей плоти Нашей мышечной ткани Либо костной ткани Либо иной Нам нужны для этого Компоненты Любые белки умниковые Которые попадают в организм Любые белки Мясо Растительные белки Все равно Обязаны разобраться До аминокислот До мономеров До вот этих кирпичиков Будущей кирпичной стены В ЖКТ В желудке А далее в 12-перстной кишке Должны до мономеров И уже они Отдельные аминокислоты Всасываться должны в кровь Как и все другие питательные вещества И током крови Разноситься во все клетки нашего организма Где И происходит В органеллах Которые называются рибосомами Этот сакральный процесс второй На планете Биосинтез белка Понятно? Поэтому, чтобы вы не ели У вас все равно Разбирается все До нуля До структурных Отдельных элементов Так вот Нам в пищу нужны В этом смысле Говоря о мясе О белках Не белки А аминокислоты Понятно? Поэтому Важно только Чтобы в пище Растительной Были все аминокислоты Которые можно получить Допустим Не с одним растением А с пятью Или с десятью И проблем здесь Никаких нет Но вот что происходит Когда вы едите мясо Какие побочные продукты Метаболизма Образуются Какая нагрузка Идет на все органы Системы И что из этого Вытекает Так сказать Далее в перспективе В течении жизни Под воздействием Разных других факторов Я рассказываю Как раз в этих видео Вот как раз Мясо надо есть Раздельное питание Еще видео И клыки Допустим Вот пока хватит Итак Съесть Глаз своего врага Не надо Чтобы лучше видеть Понятно? Вот так вот Я для этой березки Еще поясню Ну по-другому Я могу с разных углов Так сказать Подойти к этому вопросу И пояснить по-разному Итак Сердце своего врага Есть не надо Чтобы быть храбрым Понятно? Это был отрывок Из моей лекции Из цикла ответа на вопросы Вот из этой Но имея большой жизненный опыт Я решил дописку сделать Знаю наперед Что любители сосисок Под сосисками Я имею ввиду Все мясное Шкварчащее Вкусное Когда брюшко потеряют Когда мысли формируются У человека Не от разума А от пуза Так вот Такие люди знаю Мне предъявят претензии Например Вы можете сказать Что есть растения Хищники Например Росянка Прекрасно есть Их мало Но есть Ну и что из того? Что вы этим хотите доказать? Вы не росянка И вы не лев тоже Как бы это Неприскорбно Для вас не звучало Вы хотите сказать Есть животные Хищники Не все же животные Травоядные И они едят И мясо То есть мышечную ткань Убитых ими животных И кишки Есть Но человек к ним Никакого отношения не имеет У него нет ни когти Ни клыков У него иная морфология Анатомия Биохимия Тела Дети человека Не прыгают на кроликов И не грызут их При виде кроликов Тех же Или иных животных А играют с ними Воспринимают Не как еду А как друга То есть Иные инстинкты Ну пока вы не научите Своего ребенка Есть мясо Разными хитрыми способами То есть дети начинают Есть мясо Совершенно в измененном виде Разумеется Когда вы их заставили Это сделать Объяснив Что так надо Необходимо Обманув Естественно не мясо А термообработанное Бывшее мясо Со специями Солью Соусами И тому подобное Но чтобы изменить Вкус и вид Вызывающие Слюну И желание съесть Уже потом Когда человек Ребенок К этому привыкнет Из-за этих Добавленных Новых Иных вкусов Мясо имеет Совершенно другой Вкус и вид Это уже не мясо Однако Вреда становится Еще больше Чем от сырого мяса А человек Дорогие товарищи Это плодоядное существо Не травоядное Не плотоядное А плодоядное существо Посмотрите мои лекции Про клыки Вот эту лекцию Человек должен есть Мясо Еще раз советую И те видео Которые я ставлю По ссылкам Под этим видео Обязательно их посмотрите И перешлите тем Кто буйствует Я же пояснил В этом видео Саму суть Что любые сложные Вещества Разбираются на простые И только они Простые Мономеры Всасываются Так должно быть И они нам И нужны А не мясо Или какой-то Конкретный продукт А вот побочные Явления От потребления мяса Превышают любую Мнимую пользу И человек Поедающий мясо Рано или поздно Расплатится За свое невежество Чревоугодие И убийство Прямое Если он сам убивает Или как соучастник Убийства Который своим кошельком Расплачивается За это убийство Убийство Ни в чем не повинных Перед ним Животных Расплатится И физически И духовно То есть Будет отвечать По законам Причина следственных связей Или кармы Если так хотите Это назвать То есть По справедливости По другому В мире В конечном счете Все воздается По справедливости По содеянному Еще один Очень важный момент Почему кошки и собаки Хозяева которых Веганы этические Которые Кормят своих кошек Собак Веганскими кормами Поедая эти Веганские корма Не содержащие Животные продукты Компоненты Живут и здоровее И дольше Чем те Которые едят Мясные корма При этом Размножаются Дают здоровое потомство И так Поколение за поколением Я уж не говорю Если они едят Наши веганские Сыроедные корма Которые не прошли Термообработку Тогда и болезни проходят Которые были И врачи не могли вылечить А почему так? Что в составе Таких кормов Вот этих гранул Есть? А там есть Просто все Жизненно необходимые Элементы Вещества Которые жизненно Необходимы Данному Хищник он не хищник То есть потому Что в этом корме Есть нужные Не названия А вещества И если они в корме Есть То животное будет Жить Будет бодрое Здоровое Будет развиваться Размножаться И так далее А вам всем Защитникам Вкусно пожрать Ни разум Ни истина Важны А брюхо свое Ненасытное Вы защищаете Свое Якобы право Жить для пуза И мнимых Извращенных Но получаемых Вами наслаждений И вы даже не осознаете Что наслаждения Могут быть Совершенно иными От другой еды Если уж так Проще говорить И вообще По большому счету По правде говоря Человек вообще Не должен жить Для наслаждений Ради наслаждений А все же Должен жить Для каких-то Более высоких Более важных Целей И задач Для чего-то высшего А наслаждение Что называется От еды Это так Побочно Но многие люди Живут ради Этих наслаждений И дешево Обманывают себя И других Уж ладно бы Честно говорили Я человек брюха Живу ради наслаждений Я привык к этому Как к наркотику К мясу А ведь морфины То есть наркотики И вырабатываются При потреблении мяса Поэтому человек так и привыкает И потому Считает Что это организм У него там просит что-то У него ничего Организм не просит У героинового наркомана Организм просит героин У алкоголика Алкоголь У табака Курильщика Табак Все это содержит Наркотики И вы что Действительно считаете Что организм просит Значит это надо Какие же вы тогда идиоты И как вас тогда назвать Вот скажите сами А то люди пеняют Некоторые Что я грубо С людьми говорю Во-первых не с людьми А с некоторыми людьми Это огромная разница С теми кто Именно заслуживает того Почему заслуживает Потому что несет эту ахинею Безапелляционно уверенно Говорят Мнение у него такое Мнение не должно быть Должно быть знание А то каждый идиот Сейчас болтает Свои мнения С гордым видом Да еще фанфаронится Вроде победитель Он высказал истину Нет Не истину А чушь Потому что эта чушь Моментально разбивается О факте О правду Потому Говоря о названии видео Говоря о фразе С которой все началось С этого Березки Сказать надо так Человек состоит Из плоти и крови Поэтому Для возобновления Клеток плоти и крови Ему нужны Компоненты Элементы В питании Которые Позволят Синтезировать Эту плоть и кровь То есть Возобновлять ее То есть Те вещества Которые находятся В составе плоти и крови Которые необходимы Для возобновления Клеток плоти и крови Вот и все Говоря о белках Это аминокислоты Разумеется Это витамины И ферменты И гормоны И все то Что организм наш Синтезирует Кстати Есть еще два способа Получения белков В организм Помимо поедания Аминокислот С пищей Как? А я говорил про это В своих видео Подробно Пояснял и 10 лет назад И позже Все же посмотрите Мое старое видео Еще 9 причин болезней Там я очень подробно Это тоже пояснял Видео дам По порядку В той последовательности В которой я считаю Правильно и разумно Их посмотреть Чтобы понять все Не нести всякую чушь Не верить что-то на слово А понять Если вы не будете заставлять себя Обманывать себя А человек разумный Порядочный Не должен подходить к жизни Через свои хотелки Через свои желания А только через истину Через факты Через разум Ну на этом пожалуй На сегодня все